Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал! Сегодня хочу вам рассказать о своей новой рабочей лошадке, о своем новом мощником, да можно, наверное, даже сказать почти топовом компьютере. Если досмотрите это видео до конца, напишите в комментариях, топовая получилась сборка или нет. Расскажу обо всех комплектующих, о цене на каждую комплектующую, характеристики также расскажу. И смотрите, я покупал его в ДНС, то есть все комплектующие заказывал в ДНС, потому что компьютер нужен был мне очень срочно. Это у меня рабочий компьютер, а прошлый у меня сгорел. И все равно пришлось некоторые комплектующие ждать где-то неделю, потому что не все было в наличии. Но в описании под видео я постараюсь оставить ссылки на эти же комплектующие, только дешевле, потому что можно было все это купить немного дешевле. В общем, ссылочки в описании под видео будут, если интересно, перейдете, посмотрите. Вот здесь у меня все чеки, все цены, все вам буду сейчас показывать и рассказывать. Начну с корпуса. Очень долго я его выбирал, потому что были у меня к нему определенные требования. В частности, мне надо было, чтобы вот эта панель находилась на передней стороне, на лицевой, потому что мне так удобнее. И чтобы была возможность установки оптического привода, потому что часто приходится с дисками работать. И остановил я свой выбор на корпусе от фирмы COUGAR, модель MX331. Давайте вкратце о нем постараюсь рассказать. На лицевой стороне находится вот такая сеточка, чтобы была возможность установки дополнительного охлаждения. То есть можно вот сюда дополнительно кулеры установить. На верхней стороне также есть отверстие и вот такая съемная сеточка на магнитах. Также сюда можно установить дополнительные кулеры. А вообще в комплекте шел один вот такой вот кулер диаметром 120 мм. Блок питания здесь располагается в нижней части. Материнские платы можно установить даже с самого максимального размера. Это стандарт ATX, какая у меня и установлена. Здесь на этой стенке можно закрепить два диска размером 2,5 дюйма. Вот так выглядит задняя часть. Вот эта левая стенка также имеет отверстие для вентиляции. За правой крышкой все выглядит вот так вот. Здесь мы видим блок питания и есть отсек для установки двух жестких дисков размером 3,5 дюйма. Также есть саларский в комплекте. Вот такие здесь большие ножки. Они прорезинены, то есть корпус кататься не будет. И большие они для того, чтобы была возможность охлаждать блок питания. Видите, здесь также есть отверстие. По цене этот корпус вышел 2999 рублей. На приводе сильно не заморачивался. Выбрал простой привод ASUS DVD RV. По цене вышел 1199 рублей. В передней стенке дополнительно установлены два вентилятора от фирмы AirCool диаметром 120 мм. А по цене каждый вентилятор 450 рублей. Давайте я, наверное, вот так вам буду характеристики показывать подробные. Если что, будете паузу нажимать и смотреть, если вам интересно. Блок питания Cool Master на 750 Вт. Здесь особо-то и рассказывать нечего. Вот его основные характеристики. И по цене он вышел 6199 рублей. Материнская плата Gigabyte Z590. Давайте постараюсь вам немного ее показать. Насколько это возможно. Вот такое множество разъемов у нее для подключения различных устройств. Что из особенностей. Поддерживается оперативная память до 128 ГБ. 4 ДИМ-слота для подключения оперативной памяти. Также есть в комплекте вот такая антенна на магните. Это антенна для Wi-Fi и Bluetooth. То есть уже встроен в материнскую плату модуль Wi-Fi и модуль Bluetooth. Вот такое подключение. А вообще основные характеристики. Вот давайте также вам покажу. Если что, на паузу нажмете, посмотрите. По цене эта материнская плата вышла 12999 рублей. Процессор Intel Core i9 11 поколения. Восьмиядерный. С базовой частотой 2500 МГц. И 16 потоков. Интересный момент. Смотрите, я взял в боксе. Обычно без бокса идет дешевле. Но цена была что на процессор с боксом, что без одинаковая. При этом на этот процессор была акция. При оплате через сайт онлайн дополнительная скидка была 3,5 тысячи рублей. И интересно тоже. Смотрите, в комплекте шел вот такой вот простенький маленький кулер. Который, конечно же, нормально охладить процессор не сможет. И вышел он мне со скидкой по цене. Это одна из самых дорогих комплектующих. 31 399 рублей. Кулер для охлаждения процессора выбрал вот такой крупненький. Башенного типа. От фирмы Gamer Storm. Модель Assassin 3. Имейте ввиду, он очень большой. Он даже вот здесь немного выпирает из корпуса. Так что смотрите, чтобы у вас крышка закрылась. У меня с этим все хорошо, потому что крышка вот такой вот формы. Из особенностей это наличие двух вентиляторов диаметром 140 миллиметров. Два радиатора алюминиевых. Основание здесь медное. И семь тепловых трубок. В комплекте также шла термопаста. Ну конечно же инструкция. Болтики, линтики, крепление. Вот такое еще крепление. Пластиковая карта даже шла, чтобы термопасту размазать. И давайте покажу также основные характеристики. По цене он вышел 6499 рублей. Память выбрал самую высокоскоростную от Samsung. Модель 980 Pro. SSD M.2. На 512 гигабайт. Вот здесь вот она установлена. И по цене она вышла. Здесь ценник неправильный. Она вышла 10 599 рублей. Оперативная память Kingston Fury. Две плашки по 32 гигабайта. С частотой 3200 мегагерц. По цене вышла 23 999 рублей. И самый дорогой компонент. Это конечно же видеокарта. Я думаю вы знаете, что сейчас дефицит с видеокартами. На них большой спрос. Очень долго тоже выбирал. Изначально хотел взять с тремя кулерами. Но там ценник вообще зашкаливал. За 120-130 тысяч рублей. И дороже. Поэтому пришлось купить вот такую с двумя кулерами. Это видеокарта. MCI GeForce RTX 3060 Gaming X. Давайте покажу основные характеристики. Объем видеопамяти у нее 12 гигабайт. У нее 4 разъема. Это 1 HDMI и 3 дисплей порт. Пришлось мне докупить вот такой переходник. Потому что монитор у меня уже старенький. Но он хороший. Вот такой переходничок с DVI. То есть у меня в мониторе разъем DVI. За переходник отдал 480 рублей. Это самое дешевое комплектующее. А вот видеокарта вышла 83 999 рублей. Итого. Стоимость процессора. Плюс стоимость всех остальных комплектующих. Не считая вот этого кабеля. Общая стоимость 180 791 рубль. Вот такая у меня получилась сборка. Обязательно напишите в комментариях. Считаете вы ее топовой или нет. Да и вообще пишите свое мнение. Задавайте свои вопросы. Если они у вас остались. А мне осталось теперь подключить только вот эти два жестких диска. Системный блок. Установить все рабочие программы. И можно будет уже за этим компьютером работать. Месяца через два я скорее всего запишу еще небольшой видео отзыв об этом компьютере. Расскажу вам понравился он мне или нет. Надеюсь что теперь мои видеоролики монтироваться будут на этом компьютере намного быстрее. Если это видео вам было интересным и полезным. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересных и полезных видео. На этом сегодня у меня все. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok